Здравствуйте! Добро пожаловать на Кухню Савиат. Сегодня хочу предложить вам приготовить базовый рецепт птичьего молока. И готовить мы его будем в виде вот таких пирожных или конфеток. Кому как нравится, так и называйте. Итак, для начала нам понадобится сухой белок, который мы разводим детским пюре. Мне больше всего нравится разводить пюре, потому что на нем птичка получается особенно нежная. Но вы же можете развести любым соком, либо водой. Также вы можете сделать птичку фруктовую, если добавите какое-то ягодное или фруктовое пюре. Можете использовать то, которое вам больше нравится. Все хорошо размешиваем и оставляем на 15 минут, чтобы белок забрал в себя влагу и восстановился. Берем мягкое сливочное масло очень хорошего качества и сгущенку. Масло начинаем взбивать на высоких оборотах миксера до посветления и пышности. Сгущенка должна быть очень качественная и вкусная, потому что в птичьем молоке каждый ингредиент очень важен. И он должен быть очень качественным, потому что влияет на вкус итогового продукта. Вливаем потихонечку сгущенку в масло, не прекращая его взбивать. После того, как добавите всю сгущенку, взбиваем еще пару минут и получаем вот такой вот устойчивый и вкусный масляный крем. Тем временем белок уже восстановился. Видите, все стало однородным. Подготовим с вами форму. У меня это будет рамка 22 см. Я ее затянула дно пленкой и затянула ее изнутри пленкой, чтобы, вот у меня там есть крючочки, вот эти вот, чтобы они не царапали птичку, когда я рамку буду снимать. Также мы должны подготовить термометр и все ингредиенты для сиропа. Для сиропа мы берем воду, сахар и агар-агар. Если вы будете брать обычный агар-агар, то вам понадобится игольчатый термометр. Лучше именно игольчатый, а не пирометр, потому что пирометр меряет температуру сверху, а нам нужно мерить температуру в толще. И начинаем одновременно взбивать белок и варить сироп. У меня агар, который начинает работать при 95 градусах, поэтому мне термометр не нужен. Я просто доведу сироп до кипения и могу использовать агар. Если же вы используете обычный агар, то смотрите либо по инструкции, которая на нем написана, либо варите сироп до 110 градусов. К моменту, когда сироп будет готов, белки должны быть взбиты уже в пышную-пышную массу обязательно. И вот в этом снова плюс сухого белка. В том, что сырые белки очень легко перебить, либо не добить. А сухой белок вы просто включаете сразу миксер на максимальную скорость, когда начинаете варить сироп. И он как раз забьется к моменту, когда сироп у вас будет готов. Когда ваш сироп готов, начинаем аккуратненько по краю чаши вливать его в белково-пюрешную массу. Единственное, регулируйте скорость миксера так, чтобы сироп не попадал на венчики и не разбрызгивался по всей миске. Вливаем сироп не торопясь, у меня это занимает примерно 1,5-2 минуты. После того, как влили его весь, нужно взбивать на максимальных оборотах миксера еще пару минут, пока не увидите, что масса стала очень такой плотной и стала накручиваться на венчик уже. Вот видите, масса у меня густеет. И стала накручиваться на венчик, значит пора уже добавлять масляный крем. Масляный крем добавляем маленькими порциями, вот такими вот. И скорость миксера снижаем до средней и продолжаем взбивать. Так постепенно добавляем весь масляный крем. Вы увидите, что суфле начинает разжижаться. Это нормально, потому что белок, когда в него попадает жир, он теряет свою стабильность и разжижается. Ничего страшного, потом сработает агар и все получится прекрасно, не бойтесь этого. После того, как ввели весь масляный крем, обязательно все промешайте со дна и со стенок чаши. Убедитесь, что все у вас промешано. И помешайте еще пару минут. После этого переливаем все уже в подготовленную форму. Долго не мешайте, поскольку агар начинает стабилизироваться уже при 40 градусах. И нужно успеть перелить суфле в форму до того, как агар начнет схватываться. Выкладываем все в форму. И обязательно потом лопаточкой разравниваем и отстукиваем, для того, чтобы поверхность была максимально ровной. Отправляем в холодильник на 4-6 часов для стабилизации. И далее уже будем формировать сами пироженки и обваливать их в посыпках. У меня в посыпках будет сублимированная малина и керп. Итак, убираем в холодильник. После холодильника снимаем рамку. И срезаем все неровные края. Посмотрите, какая волшебная структура получается у суфле. Оно пористое и просто нежнейшее. Вот именно такая консистенция получается при использовании детского яблочного пюре. На соке и на воде она немножечко иная. Поэтому я люблю использовать именно пюре. Подравниваем все краешки. И после этого уже по линеечке я наношу разметку обычно. И делю на нужное мне количество пирожных. В этот раз я поделила на 16 пирожных. Каждая пироженка получается примерно 60-70 грамм. И размер где-то 5-5,5 сантиметров. Это то есть такой кубик со сторонами примерно 5-5,5 сантиметров. Вот видите, каждый кубик я обваливаю в посыпках. И далее уже украшайте, либо складывайте в коробочку так, как вам удобно и так, как вам нравится. У меня получились вот такие две замечательные коробочки. Это просто нежнейший десерт, который сможет приготовить каждый. Я надеюсь, что вы попробуете и оцените данный рецепт. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. И пишите, что вы еще хотели бы увидеть на моем канале. Всем спасибо. До свидания. До свидания.